В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Круглая дата. Отделы кадров МВД России отмечают 100-летний юбилей. Новые программы, интересные гости, необычные проекты. На канале 16 стартует юбилейный сезон. Волшебное кольцо в театре «Кукол Кузнечик» готовят новый спектакль. Далее расскажем обо всем подробно. Первые отделы кадров были созданы еще в Советской России 12 октября 1918 года. За десятилетия это подразделение органов внутренних дел претерпело множество реформ и преобразований. Менялись названия и функции, но до сих пор кадровые отделы остаются важным звеном в системе МВД России. Именно кадровики занимаются воспитанием и образованием людей, работающих в системе правоохранительных органов. 12 октября кадровое подразделение отмечают свой 100-летний юбилей. Родители Елены Воробьевой – сотрудники органов внутренних дел. Поэтому перед девушкой никогда не стояла проблема выбора профессии. На службу Елена пришла 17 лет назад. Ее сразу определили в отдел кадров. И еще не было ни одного дня, чтобы девушка задумалась о смене работы. Таких настоящих, искренних, добрых, отзывчивых людей, как в органах, нет нигде. Во все времена на кадровиков возлагались обязанности не только по приему и подбору кадров, но и по воспитанию, обучению, профессиональной подготовке действующих сотрудников. Но люди этой профессии не переживают, что работы много. Больше всего их беспокоит, что не хватит времени на каждого сотрудника. Их много. У всех есть проблемы. Каждый приходит. Кто с личными проблемами какими-то, кто со служебными. И всем хочется помочь. И, конечно, разорваться порой бывает очень сложно. Поздравляют в этот день и ветеранов. С особым теплом вспоминают Ивана Тихоновича Шкурченко. Человека, который всегда приходил на помощь коллегам и мог превратить обычный рабочий день отдела кадров в маленький праздник. Это замполит в прошлом. Это человек с большой буквы, который очень много сделал не только для ОВД в целом. Именно благодаря его усилиям был создан музей, благодаря его усилиям были изданы две книги. И благодаря этому человеку очень много ветеранов продолжали и продолжают общаться именно с нами, то есть с сотрудниками действующими. Кадровые подразделения существуют с первого дня основания системы МВД и до сих пор занимают особое место среди других структурных подразделений. От всей души поздравляю всех ветеранов органов внутренних дел, кадровых работников, кадровых сотрудников, федерально-государственных служащих, действующих сотрудников. С этим праздником желаю вам здоровья, благополучия, бодрости духа, любви к своей работе и всего этого самого наилучшего. Ненормированный рабочий график, съемки выходные и ежедневный сумасшедший ритм. Но, несмотря на это, никто из работников канала «16» никогда не пожалеет о том, что когда-то сделал выбор в пользу телевидения. До нового юбилейного сезона остались считанные дни. В студии кипит работа. Снимается первый выпуск нового сезона программы «Соседский Wi-Fi». Над созданием программ на канале трудится замечательная команда творческих людей. Каждый человек, который есть на канале, нас немного, но каждый человек просто горит своей работой, каждый вносит свои идеи. Просто, когда люди любят то, что они делают, у них и получается хорошо. В 25-м юбилейном сезоне зрители увидят новые передачи, а также уже известные проекты в новом формате. Свежее оформление, новые гости и интересные лица. Новый проект под названием «Культ поход» каждый месяц будет рассказывать зрителям о самых ярких событиях в мире искусства. Спектакли, выставки, концерты, гастроли, литературные вечера и многое другое. Все, что включает в себя понятие культуры, причем, наверное, культура не только классическая, но и культура альтернативная, все это зрители увидят в рамках этого проекта. Также у нас появится очень интересный проект, который называется «Хочу сказать». В рамках этого проекта мы дадим слово каждому саровчанину, который может высказаться о том, что наболело. Передать привет, пожаловаться, кого-то поздравить с днем рождения. Слово горожанам. Я думаю, это интересный проект, который заинтересует наш город. Большая часть аудитории смотрит канал «16» по телевизору. Но уже не первый год все новости и проекты доступны зрителям в интернете. Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм. Введя в браузере канал «16 саров», можно без труда попасть на наши официальные страницы в социальных сетях. «Телеканал уже сейчас присутствует во всех социальных сетях. Есть собственный YouTube-канал. Там всегда можно посмотреть все новости, все сюжеты новостными. Ими можно поделиться у себя на страничках в социальных сетях». В новом сезоне канал «16» возобновит благотворительные акции. Вместе с неравнодушными жителями нашего города мы снова подарим маленький праздник тем, кто в этом особенно нуждается. Новые проекты 25-го телевизионного сезона созданы для всех тех, кому интересна жизнь родного города, вне зависимости от возраста и интересов. «Для нас важен каждый наш зритель, каждый житель города, чтобы его оперативно и объективно информировать о происходящих событиях. Поэтому подписывайтесь на наш канал в YouTube, следите за нами в социальных сетях и будьте в курсе последних событий нашего города». Подробнее о новом сезоне и проектах смотрите 15 сентября в 8 часов вечера в программе «Соседский Wi-Fi». Саровских школьников приглашают на встречу с представителями Нижегородского вуза. 19 октября в 6 часов вечера в актовом зале школы номер 14 руководитель делегации НГТУ имени Алексеева, декан факультета довузовской подготовки ответит на вопросы будущих абитуриентов. Также в рамках встречи пройдет презентация стратегического проекта «Региональная платформа «Инженерный лифт» и знакомство с направлениями подготовки и правилами приема в НГТУ. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Получить налоговые уведомления теперь можно и в многофункциональных центрах. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского управления Федеральной налоговой службы. Также там, как и раньше, можно направить заявление на льготы, ну, точнее, не сведения об объектах имущества и подключиться к личному кабинету. В налоговой службе напоминают, что оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 3 декабря. В воскресенье 14 октября пройдет финальный поединок Кубка города по футболу. За главные трофеи турнира сразятся действующий чемпион Сарова команды «Терем» и прошлогодний чемпион и обладатель Кубка «Авангард». Финал пройдет на центральном поле стадиона «Икар» «Начало» в 12 часов. История о настоящей дружбе между человеком и животными в Театре кукол-кузнечек готовят новую постановку под названием «Волшебное кольцо». Это инсценировка одноименного детского произведения, главный герой которого отдает последние деньги на спасение кота, собаки и змеи и еще не знает, что эти животные станут ему лучшими друзьями и спасут от многих бед. Использование видеопроекции элементов Театра теней, грамотно проработанного звукового и художественного сопровождения. И все это на сцене зала Театра кукол-кузнечек. Новая постановка – история про волшебное кольцо, и змею с карапею придется по вкусу и детям, и взрослым. В этой сказке очень много человеческих взаимоотношений, да, тонких, хороших. Там есть и волшебство, но там можно проговорить с детьми, проартикулировать для них какие-то важные человеческие взаимоотношения. Это очень важно для меня. Еще одной фишкой новой постановки стало перемещение действия спектакля вокруг зрителей, чтобы уследить за Ванькой и мамкой, за кошкой, собакой и прочими героями. Маленьким зрителям придется постоянно следовать за героями головой и глазами. Это просто разноображивает для детей видеоряд, да, то есть они не привязываются к конкретному месту, они могут переключиться сюда, посмотреть туда, посмотреть, да, естественно, когда нам это нужно. Мужичок, продай мне шуночка! Своей театральной находкой питерский режиссер считает способность включить в визуализацию спектакля «Театр теней», используя вместо источника света видеопроекцию. Итоговый результат полуторамесячной работы оценили все, кто присутствовал на генеральной сдаче. Для маленьких детей это будет скорее больше комично, чем понятно. Для взрослого это и комично, и понятно. Это интересно. Это очень интересно. Я наблюдала своим маленьким ребенком, и ему точно понравилось. Это однозначно. Увидеть новую постановку зрители смогут уже в следующие выходные. Премьера состоится 20 октября. Узнать более подробную информацию о спектакле можно по телефону 760-09. Виртуальные туры по известным монастырям, рассказы путешественников, которые посетили святые места, обсуждение книжных новинок и встречи с авторами. В 2013 году в библиотеке имени Маяковского прошло первое заседание клуба любителей православной книги, которое вызвало у саровчан большой отклик. С тех пор было организовано более полусотни встреч различной тематики. Одной из последних решили посвятить пятилетию клуба. Подробности в следующем репортаже. Ручкой блокнот, чтобы записать и дома обдумать услышанное на заседании клуба. После таких встреч научный склад ума Алексея Федоров заставляет его искать дополнительную информацию по обсуждаемым книгам и глубже интересоваться историей родного края. Почему мне нравится? Потому что много узнаешь о не только православной книге, о том, что творится вот здесь у нас в Сарове и даже в округе. Виртуальные путешествия по известным монастырям и рассказы паломников, которые посетили святые обители. Биана Курякина за пять лет не пропустила ни одного заседания клуба православной книги. И дело не в профессиональной деятельности. Она считает, что атмосфера встреч располагает и к вдумчивому чтению и исследовательской работе. Я думаю, каждый, кто сюда пришел, открыл новые имена для себя, новый пласт литературы, неизвестный ему. За пять лет состоялось более 40 заседаний клуба. На них спорили, искали истину, обсуждали художественную, историческую, краеведческую литературу, в которой авторы касаются темы религии и описывают святые места и житие старцев. Всегда присутствует православное восприятие. И мы стараемся найти в этих книгах, которые мы читаем, духовную опору прежде всего для себя. В этом году Клуб православной книги отметил свой первый юбилей. В конце встречи помощник благочинного Саровского округа протеерей Сергей Скузоваткин подвел итоги этих пяти лет и вручил благодарственные письма и подарки активным участникам клуба и сотрудникам библиотеки. Осень для одних – это одно из нелюбимых времен года. Небо за окном постоянно затянуто тучами, идут проливные дожди. Для других осень – это время новых открытий и свершений. Это золотые кроны деревьев и шуршащие под ногами ковры из кленовых листьев. Тем не менее, от сезонной депрессии не застрахован никто. Как саровчане справляются с осенней хандрой, выясняла наша съемочная группа. Как только на деревьях появляются желтые листья, у каждого в душе возникает вопрос – ну когда же лето? И появляется так называемая осенняя хандра. Сегодня попробуем узнать у жителей нашего города, как они с ней справляются. Пойдемте. Скажите, пожалуйста, случалась ли с вами осенняя хандра? Вы знаете, что это такое? Нет, все в делах и в работе. А дайте какой-нибудь совет людям, которые страдают от осенней хандры. Как ее избежать? Как от нее избавиться? Сад-огород, прогулки, чтение, интернет и так далее и тому подобное. Спасибо большое. Кстати, интернет – хорошее средство от осенней хандры. Залез на трое суток и не вылезая во что-нибудь играешь. Класс! А дайте какой-нибудь совет людям, которые страдают от этого. Как можно избавиться? Гулять, пить чай тройной. Улыбаться, радоваться жизни. Так как вы улыбаться? Конечно. Уходим гулять, да. Уходим по нашему любимому городу, который очень любим. Держи, Семен. Ну и стараемся улыбаться. Просто широко улыбнитесь. Как можно избавиться от этого унылого состояния осеннего? Да гулять больше, по-моему, надо. Находить позитивные моменты в жизни, искать что-то для души, радоваться каждому новому дню, осеннему листочку и всего. Как утверждают жители нашего города, чтобы осенний хандра вас не застало, надо побольше гулять по городу, по лесу, наслаждаться жизнью, ну а самое главное, радоваться желтым листочкам. Для вас все выясняли Кирилл Васенин и Артемий Глазков. Далее наша традиционная рубрика афиши. Мы расскажем вам о том, где интересно и с пользой провести выходные. Выходные не повод сидеть дома. И чтобы потратить время с пользой, можно совершить ваяж по спектаклям, концертам и выставкам. Для самых маленьких театралов в эту субботу в 10 утра на сцене Саровского драматического театра покажут веселый и остроумный спектакль о том, что каждый хорош на своем месте. Не хочу быть собакой. Если вашему ребенку уже исполнилось 6 лет, то покупайте билеты на спектакль «Наследство волшебника Бахрама». Начнется спектакль также в 10 утра. Взрослым тоже есть что посмотреть. В субботу в 6 вечера отправляемся на спектакль «Сумасшедшая квартирка» по пьесе Клода Манье. А в воскресенье на музыкальный поэтический спектакль по стихам Анны Ахматовой «Ваше величество женщина». Начало также в 6 вечера. В Доме ученых в субботу в 18 часов пройдет концерт фортепианной музыки. За инструментом лауреат международных конкурсов Александр Малафеев из Москвы. Там же работает выставка «Три измерения». Авторы – семья Варнашовых из Пензы. Посмотреть экспозицию можно в часы, работает Дома ученых. 13 октября в селе Лесное Циваево в Мордовском заповеднике в 12 часов стартует гастрономический праздник «Золотой осени». В программе ярмарка дегустаций национальных блюд и напитков концертной программы мастер-классы по приготовлению блюд из капусты экскурсии по музею мордовской культуры. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова